В Павлодарском при Иртышье отмечается рост показателей по нескольким заболеваниям. К тому же уменьшилась продолжительность жизни. Недостатка лекарств в регионе нет. Итоги реализации государственной программы развития здравоохранения Ден Саулок обсудили на расширенном заседании в областном Акимате. Показатель общей смертности в Павлодарском регионе в прошлом году составил 9,85%. Увеличение отмечается на 1 тысячу человек. В области на первом месте – болезни системы кровообращения. На втором – онкологические заболевания. На третьем месте – травмы и отравления. Наблюдается рост некоторых заболеваний, а именно злокачественных образований и системы кровообращения. Причина в том, что павлодарцы не вовремя проходят обследование. Сколько писали письма руководителя медицинских организаций, чтобы выделили для своих работников один день. Скрининг для скрининга, для прохождения скрининга с сохранением заработной платы. Когда будет поголовное участие в прохождении скрининга, тогда у нас будет и выявляемость, и современная оказанная медицинская помощь. Есть такие руководители, которые не отпускают своих работников на медицинские осмотры на скрининги. Такое, наверное, не может такого быть. В первую очередь, любой руководитель должен думать о индексе здоровья на своем предприятии. Назовите такие предприятия, которые не отправляют. Мне представляется, что здесь просто разъяснительной работы недостаточно. Кроме этого, обсуждался вопрос о дефиците врачей в селах региона. По словам Гульнар Жармакиной, причин несколько. Не выделяют жилье для специалистов и недостаточно подъемных выплат. Ну вот здесь я не совсем соглашусь, потому что, допустим, если это было в Успенке, где последние 30 лет не строились жилые дома для бюджетников, это один вопрос. Но в Деленголе, там, насколько я знаю, там встроились такие дома. То есть есть там такая возможность. Почему этот вопрос, когда приоритетно не решается? Ну вот такие диспропорции я соглашусь. Я могу, допустим, 10-15%, но так в разы, в 4 раза. И потом, естественно, дефицит врачей, он создает проблему в своей временности оказания медицинской помощи. В целом, по итогам прошлого года, по пяти индикаторам государственной программы Денсаулок, самые низкие показатели – ВАКСУ. Какая работа проводится в этом направлении, рассказал Аким Моногорода. С клинингом оплачено 70%. По УКЧП приобретен двух свободных документов, через которых прошли 1328 пациентов, из них 134 пунктов больные. Выявлено 12 пунктов болотки. Кроме этого, заключены договоры о направлении высоких эффективных клинических услуг. В этом направлении работу будем вести. В основном, ранее скрининг необходимо проводить. Поэтому, сейчас то, что вы говорили, мы будем активизировать по организациям проводить скрининги. В завершении заседания глава региона дал ряд поручений Акимам городов и районов. Обеспечить реализацию проектов государственно-частного партнерства, исполнение дорожных карт и оперативных планов, а также мониторинг амбулаторного лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.